Всем привет и так что же новенького на Доме 2 и за периметром. Оля Рапунцель призналась подписчикам в одном из комментариев, что мечтает о трёх детях. Она мечтает о пособиях и льготах, пишут в комментах. Алина Галимова обижена на Никиту Рудакова и в сердцах выбросила кольцо, которое парень ей подарил. Говорит, больше с ним не будет, он её не достоин. О возвращении на Дом 2 задумались Розалия Райсон и Андрей Шабарин. Роза пишет, хотите наблюдать за нами на телепроекте Дом 2 спаси свою любовь, только честно. Саша Черно написала в сториз, что у неё будет особенный ребёнок. Но ничего страшного, не пугайтесь, ещё нерождённый малыш растёт здоровым. Просто, пишет Саша, я ему с детства буду внушать, что он самый лучший, самый красивый. Ей говорят, сними корону, и Черно отвечает, а что плохого в том, что я буду своему ребёнку с детства внушать то, что он самый лучший и золотой. Непонятно только, почему самого лучшего, самого красивого, золотого и особенного ребёнка Саша не собирается кормить материнским молоком. Черно намерена после родов заняться собой. Она планирует полную прокачку тела, займётся спортом, откачает жир. Если родственники не будут помогать с малышом, на что она всё-таки надеется, то будет нанимать няню. Вот такие вот у Шуни планы. А ещё Саша плачет каждый день, переживает из-за того, что они застряли на острове. Я сижу в тропиках на шестом месяце беременности. «Непонятно, когда всё это кончится, а мне надо проверять, создавать анализы». Каждый день я реву, каждый день я смотрю новости, смотрю официальные сайты авиалиний, а там абсолютно ничего утешительного. Женя Ромашов скучает по Юле Белой и подругу Иосифу Аганисяну. Он подписал так это фото. «Одиночество – это когда в доме есть телефон, а звонит будильник». По последним слухам, Захарьяшу удалось помирить и двух друзей, Женю и Йосю. Дело не обошлось без виноградных напитков. Похоже, что тот самый вирус всё-таки добрался до сейшельской резервации «Дома-2». Ранее я уже говорила о том, что три девушки – Алия, Алина и Стецевят – были отселены в первое бунгало из-за вспышки ОРВИ. Но на этот раз всё серьёзно. Официально заявлено, что на Сейшелах имеются 10 человек с подтверждённым тем самым диагнозом. И по недавним слухам, одна из сотрудниц «Дома-2» на сейшельской площадке слегла с подозрением на коронавирус. В сети критикуют ведущего Бекужева. Он не может справиться с сейшельскими красотками. Одичавшие и испивающиеся Семиренко, Белая и Захарова туда же стали себе очень много позволять. Пьют, ругаются в эфире, устраивают потасовки, держат всех в страхе. Они пользуются безнаказанностью, ведь из-за карантина девушек невозможно выгнать и отправить домой. «Бекужев, мямля», – пишут зрители. «Никто из участников тебя не уважает. Какой из тебя ведущий? Были бы Черкасов или Кадони, такого бы не было. А мне вот интересно, неужели родителям Олеси, Яны и Юлии не стыдно за дочек? Или они молчат из-за денег, которые им отстёгивают девушки?» Валера Блюмингранс выдал тайну Захара Саленко. Это старая история. Когда-то Сэм, Марданшин, Блюм, Капа и Саленко вместе отдыхали в ресторане. Ребята дали Захару деньги, чтобы расплатиться, а он ушёл вместе с денежками. Как думаете, стоит ли верить Валере? Он ведь тоже многого может не помнить после бурных посиделок. Он тот ещё бухарик. А ещё он злопамятный и завистливый. Недавно покинувшая проект Милена Безбородова будет избавляться от татуировок с именем Алексея Безуса. «Татуировки с Алексеем», – пишет девушка, – «я перекрою другими тату. Мне очень жаль, что я необдуманно их сделала. Ожалеете ли вы о своих тату?» Девушка сейчас занимается рекламой в Инстаграм и снимает видео уроки макияжа. И у неё неплохо получается. На этом всё. Подписывайтесь. Будем сплетничать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!